Нет, не угаснет в людях интерес к рыцарским легендам. Иначе чем объяснить то, что ресторан «Ланцелот» 24 часа в сутки принимает гостей? Перед их глазами проносятся гербы, флаги, тяжелые доспехи, оживляя в памяти исторические романы о сподвижниках храброго короля Артура. О временах, когда слово и честь означали одно и то же, когда верность и уважение к установленному закону руководили поступками мужчин. Интерьер, воспевающий подвиги во имя славы, определяет и состав клиентов «Ланцелота». В основном это серьезные люди, которые за едой взвешивают предстоящую сделку или условия контракта. Но что такое рыцарь без любви? Поэтому после работы кавалеры приводят сюда уже своих дам и говорят, конечно же, о вещах легких для ума и сердца. А насколько легкими будут блюда – дело личного вкуса каждого. Но в заведении придерживаются мнения, что воин обязательно должен быть сытым. Поэтому даже если посетитель заказал лишь ракушку салата гурме, то после тигровых креветок, манго и яблока голод ретируется как слабый противник. А биф из телятины только производит впечатление тамплиеровской башни в окружении кукурузных форпостов. На самом деле он сдается ножу без всякого сопротивления. Заметно, что шеф-повар Юрий Дудко симпатизирует европейской кухне. Однако стоит попробовать блюдо из его мангального меню и приходится согласиться с тем, что огонь и мясо ему тоже подвластны. Бараний люля-кебаб способен заставить забыть о мифической чаше Грааля, поскольку представляет для гостя куда большую ценность, пусть даже с гастрономической точки зрения. Хотя подлинным шедевром в ресторане «Ланцелот» безоговорочно признана содержимое шкатулки с логотипом «Свит-чаю». Со всего мира специалисты собирали ароматные травы, фрукты, чтобы соединить их с лучшими сортами чая. Каждый напиток индивидуален, словно живой человек. Зеленый классический чай «Храм неба» прибыл из Китая. Листы его туго скручены в форме шариков. Это так называемый черный порох, что дает насыщенный, полный настой и ощущение неземного блаженства. А еще зеленые чаи обладают уникальными лечебными свойствами, за что их называют напитком молодости. Но в цветке жасмина полезный для организма эффект усилен душистыми лепестками, помогающими очистить печень. Из-за тонкого жасминового аромата женщины особенно неравнодушны к его янтарному настою. Но только ли к нему? Ведь речь идет о шедеврах чайного искусства, именуемых «Свит-чаю». Редактор субтитров А.Семкин